Добрый день! Сегодня анбоксинг кубик 2х2 Little Magic от Yuxin. Бюджетная двушка, давайте посмотрим. Коробочка стандартная, ну так же как на пирамике Little Magic, стилистика такая же. Единственное, изображен кубик 2х2. Сразу откроем. Есть маленькая инструкция. Очень маленькая, там совсем-совсем. И все по-китайски. Немножко обозначение есть на английских. Хорошо. И вот сама двушка. Компания Yuxin уже выпустила несколько кубиков 2х2, но я сравнивать, наверное, буду с NF2S. Мне кажется, они чем-то будут схожи. А именно, внутри у нас неокрашенный пластик, праймери. И все. И это кубик 2х2. МФ2S также, но не было рельс. Здесь рельсы есть, такие же, как на кубике Hayes, на кубике 6х6 Little Magic и на пирамидке. Везде они решили такую систему ввести. И вращение чем-то очень похоже на MF2S. Он такой же быстрый. И примерно с тем же звуком вращается. Я MF2S, наверное, все-таки побыстрее. Но, все равно достаточно быстро крутится. И, учитывая ее очень бюджетную цену, вероятно, один из лучших выборов для первой двушки. И, учитывая бюджетную цену, наверняка, очень хороший выбор для первого кубика 2х2. Давайте попробуем собрать что-нибудь. Все хорошо крутится. Уголки, конечно, флипаются. Проверим. На MF2S, кстати, не флипаются уголки. Тут это возможно. Надо собирать, конечно, побольше, чтобы понять, как она будет во время сбора происходить. Ну, и смазать ее можно все-таки. Я не особо тренирую двушку. В принципе, вообще не тренирую. Собираю тут на соревнованиях. Поэтому, мои некоторые доводы могут быть ошибочными. Но, мне кажется, кубик вполне достойный. Гварес есть. Флип вряд ли в сборке такой сам произойдет, чтобы что-то опасное сделать. Так, двушка неплохая. То есть, наконец-то, конкурент нормальный кубик у MF2S появился. Это не самая новая двушка. Но я ее не заказывал, поскольку не очень люблю бюджетные кубы. Да, которые особенно сами выпрыгивают из рук. Но вот с последним заказом за компанию взял. Почему нет, можно теперь кому-то советовать. Подольше покручу, можно сделать какие-то более серьезные выводы. А так, даже на заводской настройке крутится вполне удовлетворительно. Ну, и для начинающих очень даже подойдет. Почему бы и нет. Хороший кубик, бюджетный. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok